И всем привет, ребят, с вами Старвак, я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен тематике нового трофейного устройства. Директор любезно мне предоставил видеоматериальчик и контентик, связанный с трофейным новым устройством на рикошет. Сумел его заснайпить, сумел записать контентичек и сегодня мы вместе с вами в рамках этого видеоролика все это дело разберем. Директору огромное спасибо за предоставленный видеоматериал. Ну а если вам нравятся подобного рода видеоролики, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3млорксталов на 20 тысяч танкоинов. Для этого настройка игры в аккаунтики устроена всему лично и так, и так, и тактипе. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заплатите форму, которая есть в описании. Что же касаемо нашего трофейного устройства на пушку рикошет, то его набил игрок с ником Кайфото. Когда-то Кайфото мне предоставлял материалы с орехом, который тестировал какие-то новые устройства, но материальчик с трофейным рикошетом вот так вот получилось, что успел директор мне быстрее продемонстрировать, нежели сам даже игрок. Не знаю, может быть он и не хочет делиться информацией, но... Директор-то заснайпил, директор-то все показывает, и директор все видит, как работает устройство первым. Что касаемо первых моих личных видений, я посмотрел буквально где-то 2 минуты видеоролик вот этот. Рикошет-баллон вообще не заканчивается, то есть постоянно можно кидать урон, следственно здесь нет никаких ограничений баллона от слова совсем, то есть грубо говоря, это твинс. Грубо говоря, это твинс, то есть человек на постоянной основе накидывает урон, у него нет никакого ограничителя, и он может на постоянной основе накидывать урончик. Также у него на рикошете есть повышенная дальность, я вот не знаю только насколько большая, она точно повышенная, точно 100% повышена, но вот повышена она как характеристика... Да, наверное она повышена как характеристика устройства на дальность, да, то есть стандартная дефолтная дальность. Устройства в принципе на постоянный баллон, да, на вечный баллон рикошета у нас нету такого, Но это уже как просто привилегия и дополнительная функция для этого именно трофейного рикошета сделана В целом, не сказать, что здесь какие-то, знаете, много всяких характеристик То есть в целом просто вечный баллон плюс супердальность, да, плюс супердальность И в целом этого вполне достаточно, чтобы сказать, что это хорошее сильное имбовое устройство Да, что это, ну, реально достойное устройство Даже если вот, например, сравнить с фризом, у которого сначала был там двойной баллон А потом двойной баллон убрали и просто добавили полторушную дальность То этот рикошет выглядит явно жестче, чем фриз Да, то есть если, например, фризу дать вечный баллон И плюс, например, там дополнительную немножко дальность, да, ну вот как сделать плюс-минус как рикошет То есть здесь повышенная дальность плюс вечный баллон То все это дело становится, ну, намного-намного интереснее Учитывая еще тот факт, что от рикошета, в принципе, в матчмейкинге Никто на сегодняшний момент времени резисты не использует То это выглядит прям супер-супер сильно и круто Да, посмотрим по очкам, сколько закатку по итогу сумеет игрок набить Но здесь, видите, директор чисто держит Чтобы полностью весь контентик, можно так сказать, пропечатлеть И, ну, работает как профессионал, я бы сказал Работает чисто как профи То есть чтобы вот четко было видно Но не так много просто дополнительных функций, исходя из вот такого всего дела, видно Ну и в целом, наверное, их просто нету Да, то есть видно, что здесь вечный баллон И видно, что здесь дальность Если там какой-то дополнительный урон Ну, в теории, конечно, может быть Может быть в теории какой-нибудь адреналин еще дополнительный Да, но этого мы уже не знаем Да, то есть такой информации пока что нету Если вдруг потом сам игрок, который имеет трофейное устройство Захочет выйти на связь и рассказать может что-то побольше Может какой-то даже контентик записать То тогда мы уже все это дело сможем вместе с вами запечатлеть, узнать И дополнительно записать Но пока, исходя из вот такого видеоролика Видна повышенная дальность Ну и виден вечный баллон В целом, наверное, для матчмейкинга Этого уже вполне неплохо Уже устройство смотрится интересно Если вообще брать устройство на рикошет, которое у нас есть Да, что у нас есть Из интересного Из интересного есть сейчас Берсерк, наверное, да Берсерк, плазмафакел Но все эти устройства будут слабее Гелиус точно будет слабее, чем вот такое устройство За счет того, что у тебя вечный баллон Плюс у тебя дальность Если бы еще была бы дальность Как у Как у Гелиуса Да, то есть там моментальные бы прилеты Брикошета были бы Это было бы еще жестче Но я думаю, что вот этот рикошет Лучше все-таки использовать не с Аресом А с Викингом То есть если у тебя Есть возможность вот такой вот жесткой дальности То под овердрайвом Викинга Мне кажется, это будет смотреться еще интереснее Хотя, с другой стороны У тебя же и так вечный баллон Да, то есть ты от Викинга овердрайва Только скорострельность получишь больше А так-то у тебя и так вечный баллон Плюс дальность С другой стороны, в принципе, может и Может быть в этом и нету Никакого такого сверх жесткого прикола Для использования Ну и в целом По катке, я так понимаю, что здесь Все так же само Будет стоять игрок Накидывать урончик Накидывать дамажечку Мы можем, в принципе, перемотать Посмотреть на Итоговый счет По очкам Но директор, конечно, молодец В плане записи и обзора устройства На Трофейного рикошета Тут, конечно, мое почтение Четко записать полностью Всю катку И Не так, что, знаете, там Одна минута Одна минута видна, как работает устройство А все остальное Ты просто там, например, играешь в бой Тут чисто, четко С трофейным устройством Полные 10 минут боя С Подробной его работой Еще бы там функций Каких-нибудь побольше было бы устройства Но кайфот, я думаю, что даже Не подозревал, что Директор тут Поп-опчик И контентика Записал С трофейным устройством Вот так вот иногда бывает Так, по итоговому табу Сейчас посмотрим, что там получается Директор, наверное, показал Итоговый тапчик Я надеюсь Первое место, очевидно, у него есть Но там нету каких-то, наверное, сверхбольших киллов Я думаю, чтобы были сверхбольшие киллы Надо более агрессивно как-то играть Более агрессивно реализовывать Ну а так, в целом Наверное, с точки зрения Последних трофейных устройств Которые были у нас в игре В принципе, это Ну, довольно Интересное Довольно интересное Не знаю, насколько оно имбовое Но довольно интересное 20 20 киллов, да? 20 киллов получилось Сделать У Него За Эту катку 20 киллов Ну, не сказать, что это супер, конечно, много 20 киллов За Матчмейкинговый бой Но в целом Наверное, устройство выглядит Интересно Пишите, что вы думаете по этому поводу Как вам Трофейное устройство на рикошет С такими функциями Слабо она выглядит Или Выглядит нормально Достойно, да? Ну, по киллам, конечно, наверное Как будто бы слабо Но по Функциям Мне лично показалось, что Довольно-таки неплохо И интересно Поэтому пишите, что вы думаете по этому поводу Обязательно поддержьте данный видос лайком За Такой вот Контентичек За Эксклюзивный Материальчик От директора Ну и Не забывайте Также участвовать в розыгрыше У меня, друзья, на этом все Всем спасибо за просмотр Всем удачи И всем Пока Пока